Отличный финал. Эсма все еще живет в молодости. Все домочадцы и близкие стараются не отставать от него. Мать Эсма пытается договориться о встрече с Гарипом этим утром. После завтрака все обнимаются и идут на работу. Последний раз он разговаривает с Суреей, которую считает своей матерью. Затем он умирает, словно спящий в зимнем саду. Потеря Исмы Баран Селимер очень тяжела для всех ее близких и жителей Бурсы. Адам и Гюнеш готовятся и с волнением ждут Суде, которая впервые приходит к ним домой. Девочку привозят сотрудники социальных служб. Теперь Адам начинает носить светлые цвета и ходит к своему психологу. Они рассказывают о госпоже Эсме, ее опыте и пути, которые она прошла. Они заканчивают лечение. Есть пропуск времени. Проходит семь лет. У Назифов родились дети, Эмир и Ария помолодели. Эмир выиграл школу за границей благодаря снятому им короткометражному фильму. Сурея стала артисткой, которая пела детские песни, жертвовала свои доходы ассоциациям и получала награды. Его самым большим сторонником был Ипик, который организовал мероприятия. Хотя Фарук по-прежнему управляет тем же рестораном, он также заботится о своей дочери. Компанией управляют Фикрет, Адам и Акиф, они сформировали комплексную ассоциацию средней школы Исма Баран. Осман стал известным писателем и до сих пор продолжает вести холостяцкую жизнь. В то время как Дилара еще давала уроки музыки в школе, помимо собственного сына Умута, у него также прекрасные отношения с дочерью Мерта и Суде, дочерью Санс. А школьная подруга Суде вызывает у Адама зависть, сын Акифа стал музыкальным гением и очень знающим ребенком. Мерт делает предложение Диларе с помощью своей дочери. Единственное изменение, помимо наличия в доме большого количества детей, состоит в том, что стол превратился в круглый. В этот день день рождения Сурея. Все делают вид, что забыли, но в саду особняка организован ужин. Сурея получает деревянную брошь лебедь и адресованное всем письмо от госпожи Исмы. Все становятся очень эмоциональными, потом вся команда приходит в сад и празднует.